Сегодня будет такой необычный стрим, шашечная лекция на тему, как правильно, грамотно уклониться от городской партии. Городская партия, так же как и Гамбит Кукуева, это одни из сложнейших шашечных дебютов. И многие начинающие шашисты, да и любители тоже, когда идут на вот эти вот продолжения, то они зачастую проигрывают партии очень быстро, буквально за 10-15 ходов. То есть, когда играет против них мастер спорта или гроссмейстер, он там уже не думает, он просто играет по памяти. То есть, по сути, борьбы и нет как таковой. И сегодня, друзья, я вам покажу, как правильно запутывать своих более сильных соперников, то есть отклоняться от известных продолжений и даже получать более сильные позиции с шансами на выигрыш. То есть, вполне возможно в показанных сегодня позициях побеждать даже мастеров спорта, ну даже, я думаю, гроссмейстеров можно при должной подготовке. То есть, сегодня у нас будет подопытным кроликом Евгений Дробинин. Евгений, здорово! Привет, Олег! Привет, зрители! Почему подопытный кролик? Ну, потому что он любитель, то есть он будет смотреть глазами любителя, и если ему будет что-то непонятное, он будет мне задавать вопросы. То есть, он, по сути, будет как шашечная аудитория моя. То есть, он будет работать за вас, друзья. Ну и давайте начинать. Так. Олег, сделай демонстрацию экрана в скайпе. Так, сейчас. Все, видно тебе? Так, да, все. Отлично. Вот, заходим. Олега с 1986, студия. Пока частный разбор. Вот. Как грамотно уклониться от городской партии. Значит, городская партия возникает обычно после ходов СД4, ДЦ5. Ну и здесь играют БЦ3. Ну и черные играют ФЖ5. Но я никогда городскую не играю, так как толком ее не знаю. Я играю всегда ДЦ3. Ну и в этом положении у черных есть несколько вариантов ответа. То есть, ход СД6. И там есть два варианта. Затем ход ЕД6. Затем ход ФЖ5. И ход АЖ5. Запишу несколько шашечных лекций. И мы подробно с вами все эти системы разберем. Сегодня мы с вами разберем систему, связанную с ходом СД6. То есть, возникает дебют, так называемый, отыгрыш. Но отыгрыш не с ходом БЦ3, а с ходом ДЦ3. И тут есть различия. То есть, сразу же атакуем левый фланг черных. Ну и черным лучше всего разменяться назад. В этом положении можно сыграть ЕД4 даже. Свести тоже к дебюту отыгрыш. Но я предпочитаю всегда ставить тычок ходом БЦ5. Ну и в этом положении есть два варианта. Вариант, связанный с ходом ФЖ5. Мы его разберем на следующей лекции. Там тоже очень много вариантов. Поэтому отдельную лекцию запишу. А сегодня мы с вами разберем вариант, связанный с ходом ФЕ5. Тоже неплохой ход за черных. И здесь белым лучше всего разменяться. То есть, видите, друзья, у белых позиция без изъянов. Мы развили шашку H2 отсталую. Шашка 1 легко может быть развита. То есть, видите, три защиты у нас. Да, тычка. Видите, у черных три нападения. То есть, у нас великолепная позиция. У черных позиция чуть похуже. Ну, черный играет своим левым флангом. ЖФ6. Мы тоже развиваем свой сильный левый фланг. Все логично. И в этой позиции обычно черный играет ФЖ5. Можно, конечно, упростить позицию ходом ФЕ5. Белый просто сыграет АБ2. Ну и здесь, допустим, на ход есть два хода. И ЕФ6. И ЕФ4. Ну, а ЖФ7, видите, естественно, нельзя играть. Евгений, найди комбинацию. И зрители тоже. С ЭБ6 и ЕД4. Да. С проходом Ф8. Простенькая комбинация. То есть, отдали одну, вторую. Забрали три и в гамки. То есть, так играть не надо. Если черные, допустим, играют ЕФ6, здесь уже можно сыграть ФЖ3 с преимуществом. Если черная игра, допустим, ЕФ4, здесь у белых тоже инициатива, даже возможно преимущество. Например, СД4 можно сыграть и на АЖ7. Можно здесь либо разменяться ФЕ3, либо сыграть СД2. Ну и на ход ЖФ6 можно сыграть ФЕ3. Ну и естественно, ЖФ2 тут играть нельзя. Уже из-за комбинации со стороны черных. Переверну, чтобы видели. Так, Евгений, найди комбинацию. За черных тут уже простенькая. Так, за черных. Я поначалу подумал, что ты связываешь. Так, давай без этих бла-бла-бла, ищи комбинацию. И зрители тоже ищем. Так, получается ФЕ3, АБ6 и ФЕ5. Молодец! Возьми с полки пирожок. ФЕ3, АБ6, ФЕ5. Ну и в какую бы сторону ни побили, мы все равно бьем на поле Ж1 и прорываемся в дамки. Так что будьте аккуратны тут. Даже из-за белых тоже есть ловушки. Ну и их легко обойти. Так, разобрали ход ФЕ5. Вкратце, тут конечно игра такая более-менее простая. После хода ФЖ5 здесь уже борьба более интересная. Кстати, есть шансы за обе стороны. Можно так играть и за черных, тоже рекомендую. АБ2, АЖ7. Обе стороны продолжают развивать свои сильные левые фланги. Все логично. БА3, ЖФ6, ЦБ2. Ну и вот здесь возникает критическая позиция. У черных есть два хода логичных. ЖФ4 и ЕД6. Один из них ведет к большому преимуществу белых. А второй все-таки сохраняет равные возможности. Евгений, как бы ты сыграл в этой позиции за черных? За черных? Да. Ну, ЖФ4. Слабый ход. Давайте сперва разберем более сильное продолжение ЕД6. Более логичное. Бой, бой. То есть, видите, не создаем треугольник пассивный. Вот этот А4, Ж5, А6. То есть, развили свои шашки. Ну и здесь позиция более-менее равная. Допустим, ЦБ4, ДЕ5. Точный ход. И белая игра от БЦ3. И здесь есть два варианта. Первый против нас применил... Недавно мы играли в турнире с Евгением. Я ему подсказывал там. И против нас сыграл сильный литовский гроссмейстер. Не буду говорить кто. И ты тоже, Евгений, не говори. Как говорится, кто смотрел, тот понял. И вот в этой позиции мы сыграли не точно. То есть, гроссмейстер против нас пошел АБ6. Кстати, еще есть ход ЕФ4. Мы разберем оба хода. И мы пошли ФЖ3. Гроссмейстер напал. ЖА4. И здесь мы сыграли ЕФ4. Бой на Ф2. Бой на Д6. Все логично. ДЦ7. Побили на Е3. Бой на Е5. И мы напали. Б5. Все так? Рассказываю. Верно? Да. Евгений. И все верно. Ну и в этой позиции черным, конечно же, надо было играть АЖ5. Бой-бой. Ну и возникает примерно равное окончание. То есть, тут везде ничья. Можете убедиться в этом уже самостоятельно. Так. А гроссмейстер против нас сыграл БЦ7. И мы здесь не нашли простейший ударчик. Так, Евгений. 15 секунд тебе. Ищи ударчик. ЕФ4. ЕФ2. Как мы его не увидели. То есть, ЕФ4, ЕФ2. Бой. Бьем на А7. И эта позиция, как ни странно, выиграна. Например, ФЕ5. Ставим дамку. Надо закрываться. АБ6. АЖ5. БЦ7. Ну, допустим, ЖХ4 или ЖФ4. Ставим дамку на Д8. Ну и черным что-то как-то некуда ходить. Правильно говорю? Да, все верно. Как играть? Ну, на АЖ3 последует подрыв в поле. Да, на АЖ3 просто подрываем пункт Ф6. Просто последует. Да. Да, тут ничего интересного. Если, допустим, жертвуют шашку. Ну, побили, я не знаю, на Ф4, допустим. Сюда. Ну, просто обрезали. Все. Некуда ходить. Легкий выигр. Так, это первый вариант. Второй вариант. Черные могут сыграть здесь, в этой позиции, значительно сильнее. Вместо АБ6. АБ6 все-таки не точный ход, я считаю. Гораздо более сильнее сыграть ЕФ4. Ну, как бы ты сыграл Евгений в этой позиции? За белых. Сюда 4? Ну, СД-4, размен там. Черные потом ЖФ4 как-то вылезут. Так, коллеги, темнотура с экрана убралась. Что-то еще раз сделает. Плохая позиция у тебя. Я не знаю, у меня идет все. Пока с экрана идет. У тебя что-то, видимо, проблемы там. Что-то пропало. Давай, подождем. Давай, переподключусь. Еще раз. Сейчас видно? Да. Так, ну, что-то, видимо, у тебя все-таки. У меня потому что идет пока с экрана. Ну, в этой позиции, конечно, более логичный ход ЕД-2. Закрыться. Более сложной игрой. Черная игра от АБ6. Ну, и в этой позиции уже неожиданно и очень красиво проигрывает ход. Как бы ты сыграл за белых? Так, БА5. БА5 еще не проигрывает. А СД-4, как ты думаешь, можно сыграть? СД-4? Да. Ну, видимо, нет, нельзя. Почему? Ладно, ты не видишь. Короче, СД-4 играть нельзя. СД-4 уже проигрывает. Друзья, всем вам, как говорится, вопрос на засыпку. Ставьте видео, если смотрите стрим, как бы в повторе, на паузу и ищите комбинацию за черных. Очень красивая комбинация. Называется круговой удар. Ладно, показываю. ФЕ5. АСЖ5. БС7. ДЕ7. И БА5. Теперь бьем по кругу. Шашка превращается в дамку и продолжает свой удар уже как дамка. Ну, и здесь финал под названием вилка или штаны. ЖФ2 нападаем. Надо отходить. Снова нападаем. Снова надо отходить. Снова зафиксировали шашку А4. Ну, и на ход АБ4 нападаем на шашку Б4. Надо отходить. И видите, одна дамка, как вилка, держит две шашки оппонента. Очень красивая комбинация. Понравилось? Да. Круто, да? Так, ладно. Вот это первый вариант. То есть СД4 играть нельзя. Здесь надо играть БА5. Черные продолжают давить. Как ни странно, здесь у черных преимущество. Ну, надо играть уже СБ4 аккуратно. И черные могут сыграть ФЕ5. Белые играют АБ4. И черные размениваются. Ну, вперед бить бесполезно. Белые легко уравняют позицию. Вот хотя бы таким разменом. Ну, и здесь черным не выиграть. Абсолютно равная позиция. Если же черные размениваются назад, то здесь у черных преимущество. И довольно-таки значительное. Белым надо играть аккуратно. Как бы ты сыграл, Евгений, в этой позиции? ДЕ3. ДЕ3 уже проигрывает. Вот такой. Ну, он просится этот ход, но он проигрывает. Черные играют ФЖ5. И видишь, ФЖ3 нельзя из-за угрозы. ЖФ4. То есть, как бы мы ни побили, черные прорываются в дамки и выигрывают. То есть, вот такая простая идея, но можно не заметить в сейкноте и проиграть. То есть, на ДЕ3 играем ФЖ5. Приходится играть ЕД4, потому что черные грозили разменяться ЖФ4. Тогда черные все равно занимают пункт Ф4. Ну, и видите, БЦ5 уже единственный ход, другого нет. То есть, на ДЦ5 последовало БА7, и черные выиграли шашку. Ну, и черные здесь просто проходят в дамки. Видишь? Без сопротивления. Легко выигранная позиция для черных. Здесь еще есть ничья. Так. Надо точно пойти ДЦ3. Черные продолжают давление. Ну, на ФЕ5 мы бы разменялись СД4, а на СД6 играем СД4. Черные нападают, и здесь надо разменяться. ФЖ3. Бой-бой. Черные продолжают давить. ФЕ5. ДЕ3. ДЦ7. Как бы ты в этой позиции сыграл за белых? Ничья еще есть. Но надо играть аккуратно. Так. Ну, грозит комбинация та же самая. Да. Значит, приходится ЕФ4, видимо, нападать, чтобы не было комбинации. Ну, это проигрывает. ЕФ4 и ЖХ2 проигрывает. То есть, ЖХ2 из-за такого опять удара. Ну, и тут оппозиция, видишь, одна на одну. Надо жертвовать. ЕФ4 не даст ничей, потому что я просто пойду в дамки и выиграю. То есть, надо жертвовать шашку и нападать. Черные еще здесь продолжают немножко давить. Отдали шашку. Допустим, АЖ5, АЖ3. Ну, меняться сейчас 2 на 2, видишь, бесполезно. Одна на одну тоже бесполезно. Поэтому СД6. ЖФ2. Допустим, ФЕ5, ФЕ3. Напали, напали. Бой, бой. Черные еще поставили последнюю ловушку. Видишь, нельзя играть ДЕ7. Нужно АБ6 пожертвовать. Из-за элементарного ударчика. Ну, это уже для начинающих показываю, да. То есть, надо пожертвовать шашку. Шашки игра щедрых людей. Поэтому не надо жадиться, как говорится. Отдаем шашечку и идем в дамки с ничей. Вот это, наверное, сильнейший вариант за черных в этой позиции. То есть, АБ6 мы разобрали, ЕФ4 разобрали. В принципе, мы все разобрали, вот эту позицию. Теперь разберем ход ЖФ4. Так. Вот это более слабый вариант. Белый играет СБ4. Теперь, видишь, на нападение СБ6 можно сыграть, ну, например, просто ЕД2. Ну, и у белых остается мощный центр. Может быть, ничья есть, но я эту позицию не разбирал. Потому что так никто не играет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Здесь есть единственный ход. ФГ5. Но ФЕ5 нельзя из-за СБ6, да? Понятно. Просто СБ6 и остаемся с лишней шашкой. То есть, ФГ5 тут все вынуждено. Получается, ФГ5. И здесь надо сделать точный ход. ЕД2. То есть, вот эта вот золотая шашка. Е1, или как я называю, царская шашка. Она очень важная. Она, видите, может и на левый фланг идти, и на правый. То есть, это наш резерв. И вот этот резерв мы вводим в бой. Теперь у черных есть три варианта ответа. СБ6. ЕФ6. И размен. ЕД6. Давайте разберем все варианты. После хода ЕД6 у черных сложнейшая ничья. Ну, покажу ее. Бой-бой. Играем БЦ3. Ну, и надо меняться. Другого нет. ФЕ5. Белые нападают. Продолжают давить. То есть, после ЕФ4 белые разменяются, допустим, назад. Ну, и давка будет продолжаться. Видишь? У черных пассивный треугольник. Вот этот сделать ничью не так-то просто. Если, допустим, черные играют АБ6. Бой-бой. Здесь тоже непростая ничья. Покажу ее. Нападаем. Надо отходить. Другого нет. Играем ДЕ3. И видите, белые грозят сыграть СД4. А потом ЕД4. Ну, здесь все-таки черные достигают ничей точными ходами. ЕД6 точный ход. И на нападение не надо сразу же закрываться. Б7. Играем сперва АЖ5. Бой. И затем только нападаем. Ну, БЦ7 скидывать бесполезно. А других ходов у белых нет. Поэтому приходится меняться. ЕД4. Поменялись. Ну, и здесь есть все-таки ничья. Позиция кажется страшной, но ничья есть. ЖФ4. Или АЖ3 еще можно было. Но ЖФ4 более точный ход, мне кажется. То есть, видите, нападения ДЕ5 нет. Просто отдаем шашку за черных. И видите, а позиция в нашу пользу. То есть, на такой ход играем сюда. И видите, белым приходится отдавать шашку. И возникает ничейное окончание. Согласен? Да. Согласен. Белые это видят, поэтому играют АБ4. Продолжают давку. И здесь надо сделать точный ход АЖ3. Позиция кажется подозрительной, но здесь есть красивая ничья за черных. Белые нападают ДЕ5. Выигрывают шашку. Черные отдают ее. И здесь надо сделать точный ход. Как бы ты пошел за черных здесь? Ну, два хода. Либо ЕД2, либо ЖФ2. Как бы ты пошел? Остальное, по-моему, плохо, да? ЖФ2? ЖФ2. Проигрывает. Ставлю дамку на Д8. В чем суть? Видите, нельзя поставить дамку, потому что она тут же ловится. АБ6. И ты приплыл. Видишь? Да. То есть, приходится играть, допустим, ФЖ7. Ну, тогда тут все как по нотам. АБ6. Снова нельзя ставить дамку. Потому что, ну, просто ЖФ2 сыграю и выиграю. Поэтому приходится играть ЖФ6. Ну, тогда уже нападаю на шашку. Ф2 надо ставить дамку. Ну, и здесь я ловлю шашку и дамку с выигрышем. Вот такая ловушечка. Неплохо, да? Да. Так. Ну, все-таки здесь была ничья. Вот такая необычная. Тоже предлагаю запомнить. Если будете играть эти варианты за черных. Играем ЕД2. Белые ставят дамку. То есть, загоняют шашку. H2 теперь играть, по-моему, плохо. Если на H2 сыграть, белые проведут 3 шашки в дамке. И затем построятся вот на этих полях. То есть, у черных шашка Ж3 будет на H2. В итоге, эти позиции проиграны. Поэтому здесь надо точно отдать шашку Ж3 и напасть с поля А3. Видите, отдавать шашку бесполезно. Ну, допустим, отдали сюда. Надо занимать большую дорогу. Черные просто занимают поле С5. И шашку А5 и Ж1 не провести в дамке. Здесь простая ничья. Белые это видят и ставят последнюю ловушку. АБ6. И играют дамкой на F4. Куда бы ты пошел в этой позиции за черных? Ну, долго думаешь. Давай, ходи уже. Цветно. На B8? B8 проигрывает. Что ж ты? Самые плохие ходы. Я аж тебя просто поймаю и все. А позиция в мою пользу. Я же беру последняя ловушка. Ты в нее попался. Если там тоже ловли будет. FE7 и FG7 тоже проигрывает из этой же ловушки. А ничья простая. Просто играем дамкой на B6, C5 или D4. И здесь уже ловить нельзя, потому что оппозиция будет в пользу черных. Видишь? Такая простая ничья. Так. Ну, как простая. Если ее не знать, то, скорее всего, белые в этой позиции выиграют. Поэтому размен вот этот плохой. Давайте теперь разберем ход CB6. После CB6 белые играют DC3 и бьют на E5. Ну и в этой позиции ход AB6. Помнишь, против нас как-то сыграли так. Я еще думал, BA5 или BC3. Ты сказал, BC3. Я согласился. И в итоге мы даже проиграли эту позицию. Помнишь? Как ни странно. То есть там ошиблись. BC3 сыграли. Там, по-моему, ушел сюда, по-моему. Ну да. Так что-то было. Сюда. Сюда. Отошел. Черные пожертвовали шашку. И в итоге здесь еще единственная ничья. Мы, по-моему, BC5 сыграли и проиграли вот эту позицию. Это уже проиграно. А надо было играть и F3. Но это вот очень плохой вариант. Я покажу, как правильно было играть. На АБ6 просто играем BA5. Видите, BC5 нельзя из-за того, что белые выиграют шашку. Соответственно, DC7 нельзя из-за того, что белые просто пойдут в дамки. Ну и здесь выигранные позиции. БЦ7 тоже нельзя из-за того, что, допустим, ну не знаю, как тут, BC3, допустим, просто некуда ходить. То есть на так уже можно, не знаю, хотя бы напасть. То есть надо меняться. Еще раз напали, надо отходить. Ну и белые идут в дамки с легким выигрышем. Так, что тут еще возможно? Если, допустим, ЕД6, то белые проводят комбинацию несложно. Отдали две. Закрылись. Побили. Ну и выиграем. Легко. То есть, допустим, на так. Побили, побили, побили. Надо отходить. Напали. Ну и видишь, черным некуда закрыться. Нечем. Видишь? Шашка Е3 неминуемо гибнет. Поэтому здесь легкий выигрыш. Если же... Ну вот, то есть тут выигрыш, да. Поэтому в этой позиции правильно играть ДЦ7. ДЦ7. Более сильное продолжение. Но все-таки у белых здесь выигрыш. Играем БЦ3. Единственный ход теперь АБ6. И здесь надо сыграть СД4. И на нападение вот эта позиция. Очень хорошо разобрана. В книге Геннадия Хацкевича. 25 уроков шашечной игры. Всем рекомендую. Страница 30. Открываете. И вот там эта позиция разобрана. Ну то есть изначально вот после хода ЕД2. Помнишь? Да? Вот эта позиция разбирается. Есть этот вариант. Я тут сделал небольшие дополнения. И сегодня покажу вам. В этой позиции БЦ5 все-таки ведет к ничьей. Черные меняются. И здесь надо им сделать точный ход. ЕF6. Теперь видите. Если допустим. ФЕ5 играть. Черные разменяются. И на ход ДЕ5. Еще раз могут разменяться. Ну и да. Позиция у черных хуже. Но постепенно достигается ничья. То есть здесь выигрыша нет. А выигрыш был после неожиданного хода GH2. Вот такой сумасшедший ход. Так. Поставлю даже два восклицательных знака здесь. В анализе. Бриллиант мув. То есть бой-бой. Ну и здесь как ни странно у белых выигрыш. Например. Покажу два варианта. ЕД6. Надо играть. Иначе белые грозили пройти в дамки АБ4. Ну и здесь есть два хода. Если черные играют Б7. Как было в партии Соков-Лиознов. Сыгранной в 1936 году. Тогда белые побеждают с помощью БЦ3. АБ6. Играем Б5. Зажимаем полностью правый фланг черных. Ну и на ход ДЦ5 играем СД4. Далее. ФЕ7. ЕФ6. Точный ход. Надо отходить. Ну и после размена черным остается только сдаться. Второй вариант возможен после хода ФЖ7. Это было в партии Арустамов-Симоньян. Сыгранной в 1965 году на 25-м юбилейном чемпионате СССР по русским шашкам. Белые здесь точно пошли АСЖ3. Точный ход. Ну и далее форсировано. ЖФ6. Бой-бой-бой. СБ6. БА3. БЦ5. ЖФ4. Ну и белые побеждают за счет лишней шашки. Согласен? Да. Согласен. Так. Какие еще нюансы возможны в этой позиции? Ну вроде все разобрали. Так. 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 Да. Все разобрали в этой позиции. То есть вот эта позиция разобрана в Хацкевичи. Также еще в этой позиции помимо хода ЕД6 и ЦБ6 возможен ход ЕФ6. Наверное все таки самое сильное продолжение. Белая игра ДЦ3. И здесь возможны два варианта. ДЕ7 и ЦД6. То есть после ДЕ7 здесь у черных позиция не сахар. То есть в том же Хацкевичи она оценивалась как проигранная. А мне удалось найти сумасшедшие варианты ничейные за черных. С помощью компьютерной программы Тоша. Покажу все варианты. Белые продолжают давить ЦД4. Надо меняться. ЕД6. Другого нет. Теперь белые играют БЦ3. И здесь кстати хочу отметить что в этой позиции вот ДЕ5 кажется такой сильный ход тоже. Да. Кажется ведь. Да. То есть полностью зажали левый фланг черных. Так вот центр контролируем. Здесь он красиво проигрывает. Как например было в партии Маламет Абацкевич. То есть Горсмейстер Абациев очень красиво здесь выиграл своего оппонента. Он сыграл АБ6. И на ход БЦ3. Вот попробуй найти выигрыш за черных. И зрители тоже попробуйте найти красивый выигрыш. Комбинационный что ли? Ладно не найдешь. БЦ5. Бой. ЕВЖ7. Пожертвовали шашку и сделали тихий ход. Ну и что то как то некуда ходить. То есть Горсмейстер ФЕ5. Ну допустим на Аб4 что тут? Отдали шашку. Побили. Надо ставить куда то. Куда только ставить. Допустим сюда. Напали еще раз. Ну и видишь плохо. Допустим если закрылись. Тогда отдали еще раз. Побили. Надо сюда. Ну и шашка. Ф6 гибнет. Неминуемо. Просто нападаем. И выигрываем. Вот такой красивый выигрыш. Так. То есть ДЕ5 в этой позиции играть нельзя. Это плохой ход. Отмечу. ДЕ5 плохо. Именно БЦ3 играем. Здесь у белых проблем нет. Идет давка. То есть надо играть ФЖ7. Ну допустим на ФЕ7. Вот здесь уже ДЕ5 может сыграть. То есть и допустим на ЕД6. Просто играем СД4. Ну и что-то как-то некуда ходить. Да? Согласен? Ну вроде да. Ну соображай быстрее. Что некуда ходить. Да. ФЖ7. Вот тогда играем. ЖН2. Вот этот необычный ход. Был найден. Шашистом Василием Соковым. По-моему. А потом. Был вот этот анализ. Зашлифован мастером Злобинским. Автором книги тоже. О комбинациях русских шашков. То есть ЖН2 очень необычный ход. Мы оставляем. Видите. Вот эти вот шашки. Видите. Такой противотанковый еж длинный. И мы смотрим. Как сыграют черные. И для этого должны среагировать. А вот ЖН2. Это как бы выжидательный ход. То есть ход на самом деле очень сильный. Но очень неожиданный. Мало бы кто так сыграл бы. Правильно. Да. Сами себе делаем отсталую шашку. Ну и здесь все форсировано далее. ЖФ6. Нападаем. Надо играть СД6. Бьем на С7. Бой. И нападаем снова. Надо закрываться черным. Другого нет. И играем АЖ3. Черным надо играть ФЕ5. Другого нет. Ну и белые нападают. ЕД4. Ну и в этой позиции кажется единственный ход. ЖФ4. Именно вот это продолжение. И анализировал мастер Злобинский. Здесь белые побеждают. Бьем две шашки в дамки. Черные бьют. И бьем на поле Е7. Черные еще сопротивляются ставят дамку. Мы просто отдаем две шашки. И затем занимаем одно из дамок в поле Д6. То есть шашки черных отрезаны от похода в дамки. Белые проводят все четыре шашки в дамки. И возникают выигранные окончания за белых. Не буду углубляться тут в детали. Я думаю, что тут мастера поймут, как выигрывать. А кто не понимает, тогда, как говорится, поднимайте свой уровень. Но все-таки ничья за черных здесь была. Надо было точно сыграть ЕF6. Чисто компьютерный вариант. Вот видите, два восклицательных знака даже стоит. Человеку такого в голову вообще не придет. То есть белая игра от ЖФ4. У черных страшная позиция. То есть у белых центр весь. Кроме того, переразвитие. У черных шашки на бортовых полях. Но ничья есть. Удивительно. АБ6. Б5. БЦ5. ФЕ3. Ну и тут любой нормальный человек бы уже сдался. Но только не компьютер. Компьютер отдает шашку. АЖ5. И играет АЖ3. И на ход АЖ7. Ну самое сильное продолжение. Как бы ты сыграл в этой позиции за черных? Пожертвовать и на АЖ2 пойти? Как? Ну, ЕF6. Нет, это проигрывает. Тут проигрывает еще вот такой размен. ЦБ4 и ЕД6. Из-за простого АБ6. ЖАЖ2. ЦД4 белые поджимаются. Ну и на постановку дамки, видите. Дамка черных остается вот в заперти на двойнике. То есть тут ничьей нет. А постановку дамки дамка сразу же ловилась. Ну, можно и не ловить. Просто зажать. Без разницы. Мне так больше нравится. То есть на АЖ7 здесь надо пожертвовать. Да, ты правильно понял. Но нет. Не ЕF6. А вот именно ЦБ4 и сыграть ЖАЖ2. Вообще сумасшедшим. О, так. Прошу прощения. Подожди. А, тут просто ЖАЖ2 на А сыграть. Так, это удалим. ЖАЖ2 просто на А сыграть. ЖАЖ2. И теперь смотри. На постановку дамки. Допустим, на поле АЖ8. Вот тут именно пожертвовать надо. ЦБ4. И напасть. То есть ЕД4 играть нельзя. Из-за простого ЕД6. Да? И ничья. Угу. То есть вот такая ничья. А если ЦД4 играют. Тогда здесь тоже. Такая необычная ничья. Впервые увижу. ЖАЖ2. И угроза ЕФ6 неотразима. Видишь? То есть черные по-любому отыгрывают. Ну, разменивают дамку белых и достигают ничьей. Ну, это чисто компьютерные варианты. А если АБТ-6 допустим там сыграть? Не важно уже. Это чисто компьютерные варианты. Так играть я не рекомендую. Ну, черные, если так играют. Вы, если играете белыми, я думаю, что вы тут выиграете. Так, черные тут не найдут этих вариантов. Всех. То есть разобрали позицию. Так, ДЕ7 плохо играть. Значит, более логичный ход СД6. То есть вот этот вариант был впервые разыгран в партии Цирик Гордевич. Гордевич это ветеран белорусских шашек, мастер спорта. Партия 1959 года. Ну, и в своей книге «Гроссмейстер Цирик. Четверть века за шашечной доской». Он ее подробно разбирает. Далее, возможно, СД4. ДЦ5 надо делать двойной размен. Бой на Д6. ФЕ5. Бой. Бой. Белые продолжают давление. БЦ3. АБ6. Единственный ход. И белые играют ФЕ5. Чёрные играют БА5. И белые нападают СД4. Ну, и здесь проигрывает ход АЖ5. То есть разменялись. Играем ЕФ4. И эта позиция выигранная. Тут есть два варианта. ДЕ7. И СД6. Давайте разберем оба. После ДЕ7, как и было в партии Цирик-Гордевич, белые сыграли ЖФ2. Ну, и такой тоже стандартный прием. То есть на нападение отходим. Чёрные заходят в люпки, а другого нет. Отдаем одну шашку ходом ФЕ7. Затем АБ4. Ну, и видите, одна дамка белых сдерживает три шашки чёрных. А шашка Ф2 легко справляется с шашкой АЖ4. Поэтому белые побеждают. Второй вариант был возможен после размена. СД6. Ну, и здесь у белых есть красивый этюдный выигрыш. АБ4, БА5, БЦ5, БЦ7. Ну, и как бы ты пошёл, Евгений, в этой позиции? Сабил их так. Пошёл. Ну. АБ6. Ну, и не выиграл бы никогда. Тут единственный выигрыш GH2. Сейчас объясню, в чём суть. То есть чёрные жертвуют шашку. И пытаются прорваться в дамки. Мы ставим дамку на Ф8. У чёрных единственный ход. Затем играем дамкой на А6. И на ход АБ2. Видите? Ограничиваем будущую дамку чёрных. То есть заставляем их ставить на поле А1. И дамка чёрных угодила в петлю. Красиво? Да, хитро. Хитро, да. Вот этот вариант был найден гроссмейстером Цириком. Так, ещё какие варианты тут были? Значит, АЖ5 проигрывает. То есть в этой позиции надо было играть БА7. Ну, и здесь тоже покажу ничью всё-таки. Она тоже здесь сложнейшая. То есть белые размениваются ходом ЕД4. Ну, и на ход АЖ5 белые ещё продолжают давление. ЖФ2. ДЕ7. ДЦ5. Напали. Закрылись. Надо отходить. Единственный ход. И пошли ЦБ6. Здесь снова у чёрных очень красивая и тонкая ничья. То есть если из-за чёрных играете эти варианты, запоминайте. ЖФ4 бой. И ФЖ3. Надо отходить. ЖФ2. Ну, шашкой Б6 в дамке идти бесполезно. Белые ещё пытаются выиграть. Допустим, шашку Д6 провести в дамке и выиграть. Видите, чёрным нельзя ставить дамку, поэтому и не играют ФЕ5. Теперь белые сами ставят дамку. И чёрным надо сыграть ЕД4. Единственный ход. Белые отходят. И здесь есть тоже красивая ничья. То есть играем АЖ3. Бой. Бой. Белым на бить на поле Ф4. Чёрные ставят дамку. И видишь, белым мешают своя же собственная шашка Е3, чтобы добиться победы. Вот такая необычная и красивая ничья была у чёрных. Так, ещё один вариант тут был возможен. Значит... Если в этой позиции, допустим, сыграть БЦ7, этот ход проигрывал вместо АБ6. Как бы ты тут сыграл за белых? О, последний вариант. СД4? Нет, это ничего не даст. Надо сыграть именно ФЕ5. В чём суть? После размена тройного... То есть у другого, у чёрных нет, потому что белые грозили напасть СД4. Тут будет оппозиция в пользу белых. То есть, допустим, на ход АБ6 просто меняемся. Ну и, допустим, на так играем СД2. И выиграем. Видишь? На любой ход оппозиция 2 на 2. Допустим, сюда, 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 сюда.